В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. По социальным вопросам в Видном прошел прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. Я встретила на своем пути единственного человека, который как бы понял меня. С этого года изменилась схема уплаты налогов для бизнеса. Какие изменения ждут предпринимателей? Становится удобно, что у нас теперь будет один-единый срок уплаты налогов, один-единый срок представления декларации и уведомлений. В историко-культурном центре открылась выставка «Учитель и ученик». Очень красивая работа, интересная, разными техниками, нравится. В Видном вновь прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. Народный избранник встретился с жителями по социальным вопросам. С какими трудностями приходится сталкиваться и какие есть пути решения, узнаем у Юлии Пагасьян. Мы вам очень благодарны, все наши семьи, это очень тяжелый период. Прием депутата Вячеслава Фетисова начался с позитивной нотки. Встречу посетила благодарная жительница Ленинского городского округа, которая за все свои труды долгие годы не могла получить земельный участок. 40 лет женщина отработала в сельском хозяйстве. Народный избранник помог решить ситуацию. Мама сама из деревни и для нее очень важно обрабатывать землю, садоводством заниматься. Я встретила на своем пути единственного человека, который понял меня. Спасибо ему, что есть такие люди. А вот Татьяна Бургилова только на пути решения своей проблемы. Три года назад ее сын получил черепно-мозговую травму. Долгое время он находился в лежачем состоянии. Своими силами женщине удалось вернуть молодого человека к жизни. Сейчас он пытается говорить и работать рукой, но этого явно недостаточно. А какой-либо поддержки со стороны соцзащиты нет. Нам за три года никто не пришел. Нам ничего не предложили. Никто, никто. Больше всего меня возмутило, сегодня, уже второй раз в нашем городском округе, это работа соцзащиты. Люди, которые углавляют такое направление, должны любить свое дело, относиться, особенно к тем, кто попал в сложные, трудные жизненные ситуации, по-другому. Я считаю, что это моя сейчас ответственность тоже максимально помочь этой женщине, чтобы она могла довести своего сына до возможности обслуживания самого себя. Еще один вопрос, с которым обратились к Вячеславу Фетисову, касался смены управляющей компании. Жители микрорайона «Зеленые аллеи» столкнулись с проблемой по организации общедомового голосования. Несмотря на то, что ситуацией уже занимаются сотрудники администрации округа, люди решили заручиться поддержкой депутата Государственной Думы. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видно. Еще в одном учебном учреждении появилась парта героя. На этот раз в Идновской школе номер 5. Отсюда в 1941 году на фронт ушли 48 человек – и учителя, и ученики. Татьяна Брылова продолжит тему. У школьников появилась еще одна возможность узнать о подвигах своих земляков. Благодаря партийному патриотическому проекту «Единой России. Новая школа». На ученической партии размещается информация о герое, который учился в школе и вошел в историю Отечества. Во втором корпусе Видновской школы номер 5 торжественно открыли парту героя. Я знала, что в нашей школе откроется памятник парты героя. И сегодня я узнала о этом большом событии поподробнее. Директор нашей школы ушел на фронт с четырьмя учителями и учениками нашего прекрасного учебного учреждения. И я очень горжусь, что я сейчас учусь здесь. Всего ушло с нашей школы 48 человек на фронт. В мероприятии приняли участие руководитель Ленинского отделения партии «Единой России» Анна Державина и члены местного полицовета Татьяна Квасникова и Моисей Шимаилов. Их выступления перед учениками школы стали своеобразным уроком патриотического воспитания. Особая благодарность воспитанникам вашей школы и педагогам за то, что они десятилетиями с глубочайшим уважением, с трепетом хранят и передают память о школьниках, которые вышли из-за школьной парты, взяли в руки оружие и пошли защищать страну. Минуты молчания почтили память погибших во время Великой Отечественной войны участники торжественного мероприятия. Наверное, самым первым шагом к той большой победе, которая была 9 мая 1945 года, это была битва под Москвой. Вот здесь, рядом с нами, недалеко, шли первые бои, когда гейлеровская армия, фашисты поняли, что с большим дружным советским народом, с могучей страной бороться будет не просто, а возможно даже потерпит поражение. Право первой сесть за парту героя удостоилась одна из лучших учениц школы – Надежда Петрова. Восьмиклассница призналась, что испытала трепет и волнение. Радость, гордость и безумное волнение за то, что здесь происходит. Возможно, некоторое удивление, что выбрали именно меня. И, естественно, душевную эйфорию. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к мемориальной доске на фасаде здания школы. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В начале февраля отмечается 80 лет со дня окончания одного из решающих сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. В честь этого события в образовательных учреждениях муниципалитета прошли уроки мужества. Наша съемочная группа побывала в Развилковской школе. Сегодня, 2 февраля, мы отмечаем 80-ю годовщину со дня освобождения города Сталинград. Развилковская школа – одна из самых крупных в округе. В настоящее время в ней учатся почти 2000 школьников. Уроки мужества здесь проводятся еженедельно, в том числе и с приглашением специальных гостей. Я не первый раз в этой школе. И здесь, действительно, уделяют большое внимание по дирогическому воспитанию. Вот замечательный директор Татьяна Ивановна. Здесь вот хорошо, что проводится это регулярно. И даже, вот я пример, если в какую-то школу придешь, там все закончили, все бегом побежали из зала. А здесь вот вы сами видите, ребята сидят, слушают внимательно. По всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Сталинградской битвы. В Развилковской школе этот урок мужества был подготовлен силами учеников. Пятиклассница Аглая Авдеева учится игре на фортепиано и вокалу в Развилковской школе искусств. На уроке мужества пригодились и ее умения. Позже школьница рассказала, что благодаря учителям история славы российского оружия ей знакома с первого класса. В начальной школе Наталья Васильевна, наша любимая учительница, рассказывала нам про кровопролитную войну. Что там умрало очень много людей и что мы победили. Но не только уроками воспитывается патриотизм в Развилковской школе, но и реальными делами. Отсюда уже отправлено несколько гуманитарных грузов в зону СВО и на днях отправится следующий. Мы сейчас готовим большую гуманитарную помощь, акция посылка солдату. Каждый класс готовит посылку, пишет письмо, подписывает. И это от такого-то класса Развилковской школы. 59 классов, 59 посылок. Подобные уроки мужества прошли и в других образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С Нового года изменилась схема уплаты налогов для бизнеса. Чтобы у предпринимателей не возникало вопросов по этому поводу, представители налоговой службы провели встречи и подробно разъяснили нововведения. Слово Дмитрию Книги. Представители бизнес-сообществ муниципалитета были приглашены на встречу с сотрудниками налоговой инспекции, которую провели в отделении Альфа-банка. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа. А поводом послужило изменение в налоговом законодательстве. Оно напрямую касается предпринимателей и руководителей организаций. Мы хотели бы проинформировать предпринимателей Ленинского городского округа, какие изменения планируются, что нужно в этой ситуации делать. Ну и опять же, пообщаться в том числе и с представителем налоговой, для того, чтобы был прямой контакт, и предприниматели могли бы задать свои вопросы. С 2023 года изменился порядок уплаты налогов. Отныне все юридические лица и индивидуальные предприниматели одним платежом будут пополнять единый налоговый счет, который для них откроет Федеральная налоговая служба. Собравшимся в зале была показана наглядная презентация нововведения. Меняются сроки уплаты налогов, меняются сроки предоставления декларации. В принципе, меняются все платежные реквизиты. Становится удобно, что у нас теперь будет один-единый срок уплаты налогов, один-единый срок предоставления декларации и уведомлений. Новая схема позволит упростить весь процесс. Теперь срок предоставления декларации – 25 число каждого месяца, а срок уплаты налога – 28 число каждого месяца. Банки всегда тесно сотрудничают с предпринимателями, а значит, обновление в законодательстве коснется и их сферы деятельности. Основная тематика проведения – это довести нюансы и тонкости, связанные с изменениями, которые у нас происходят, и поделиться новыми какими-то новостями, продуктами со стороны уже именно банковских служб. В ходе беседы представители налоговой службы ответили на все вопросы предпринимателей, а также пригласили на прием в инспекцию, если возникнут какие-либо проблемы в процессе использования нового продукта. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновском перинатальном центре выписали 120-тысячного ребенка, который появился на свет в этом медицинском учреждении за почти 40 лет работы. На выписку пришли бабушки, дедушки и старший брат с сестрой. За незабываемой первой встречей наблюдала наш корреспондент Галина Житкова. Ну все, мы с тобой живем, мы собираемся, Даша Улик, там тебя ждет и сестренка, и братик. С большой теплотой и нежностью Юлия Трофимова смотрит на свою крошечную дочку. Опытная мама троих детей уже называет малышку Дашенькой. Имя для сестренки выбрала старшенькая. За эти несколько дней родные соскучились и очень ждут встречи. Очень много всего происходит за эти четыре дня. Помимо того, что рождается человек, он должен адаптироваться к этому миру. Поэтому очень много различных процедур, обследований, очень много внимания к малышке. Дни были насыщенные. В Видновском перинатальном центре ежегодно рождается более 6 тысяч детей. За кушерской помощью обращаются жительницы не только подмосковного региона, но и других городов России. И таких пациентов, как Юлия, что снова возвращаются к любимому доктору, довольно много. Прекрасная семья, прекрасные детки. И все они были рождены в стенах этого учреждения. На выписку Дашеньке пришли бабушки, дедушки и старший брат с сестрой. Через несколько минут в комнате появятся главные героини, и радость придет на смену волнению. Поздравляем вас! Принимайте дочку, растите большими, здоровенькими. Старшие дети с любопытством начали знакомиться с сестренкой, а папа Павел готовится воспитывать будущую принцессу и уже мечтает, что дочка выберет творческую профессию. Каждый ребенок – это такое чудо маленькое, она такая лежит. Не знаю, все как в первый раз, всегда. Ну вот, правда, не знаю, разрывает эмоции. Я очень поблагодарен своей супруге за такой большой подарок. Всего за первый месяц 2023-го в Видновском перинатальном центре появилось на свет 486 малышей, 243 мальчика и столько же девочек. Галина Житкова, Виктория Филатова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Учитель и ученик – так называется новая экспозиция в историко-культурном центре. На выставке представлены лучшие работы преподавателей художественных отделений детской школы искусств и их воспитанников. Екатерина Борисова побывала на торжественном открытии. Карандаш и гуашь, акрил и акварель, масло и пастель – смешанные техники. Настоящее буйство красок и фантазии, где можно найти любые жанры и стили. От классических натюрмортов и портретов до декоративной живописи и фэнтези. В историко-культурном центре открылась выставка под названием «Учитель и ученик». Работа преподавателей и учащихся изобразительных отделений детских школ искусств нашего Ленинского городского округа. Мы очень рады, что выставка получилась такая масштабная, что так много работ. У нас 114 работ, 10 педагогов и 43 ученика. Работа педагогов детских школ искусств муниципалитета ранее уже неоднократно украшали стены историко-культурного центра, но такая совместная выставка проводится впервые. Мы можем друг друга оценить, себя переоценить. Очень важно, когда в зале вы уже отстранились, вы воспринимаете эту работу критично. Это очень ценно. И выставки дают эту возможность. Преподаватель детской школы искусств поселка Володарского Инна Сизова провезла на выставку 6 работ учеников и свои натюрморты и пейзажи. Она уверена, задача педагога – научить во всем, что окружает, видеть прекрасное и в каждую картину вкладывать частичку души. Полюбить этот мир, просто наслаждаться, смотреть, запоминать и показывать их на холстах, в картинах, чтобы любовались другие люди. То есть то, что мы можем подметить мы, чтобы могли увидеть это же другие люди. А вот художник и преподаватель Юлия Остраумова старается делиться с учениками не только секретами мастерства, но и своим позитивом и энергией, которыми пропитана каждая её картина. Я вижу просто в работах моих учеников мои же краски, вот этот заряд, вот эту жизненную энергию – это так здорово. Конечно, очень важно для всех художников каноны, живопись, там всё прочее, но вот этот вот заряд, настроение, желание творить – это самое главное в творчестве. 13-летний Иван Королёв уже участвовал в выставках, но впервые его картина соседствует на одной площадке с работами его мамы – преподавателя Витненской детской школы искусств Юлии Королёвой. Мама всячески мне помогает, она показывает мне на мои ошибки, пока я смотрю её работы, и мы друг друга дополняем. Я доволен, что я выставился на этой выставке. А что тебе это даёт? Ну, даёт уверенность, что в будущем я смогу выставляться на выставках более высокого уровня. Среди гостей были и ученики детских школ искусств, пока ещё только мечтающие о том, чтобы их работы украсили выставочные стенды. Очень красивая работа, интересные, разными техниками, нравится. Я в восторге. И в таком возрасте дети – это шикарно, молодцы прям, что у нас есть одарённые дети. И думаю, что моя дочь тоже будет присоединиться к нём. Выставка продлится до 26 февраля. Не пропустите. Екатерина Борисова, Кирилл Ванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова